Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Слухи это всегда интересно, но далеко не всегда они оказываются правдивыми Вот и разговоры о продолжении FIF оказались всего лишь разговорами Заявление студии Straight Up Films вызвало удивление Вейдас Монреаль Глава студии пошутил в Твиттере, что название у игры уже есть Поэтому осталось собрать команду и бюджет В общем, забудьте, Гаррет все еще в отпуске Ubisoft решила не дожидаться и 3 и выложила некоторые карты на стол уже сейчас В этом финансовом году, то есть до апреля 2018-го, нас ждут Far Cry 5, The Crew 2 и South Park The Fractured Bath Hole Точная дата релиза есть только у последней, енот и его команда отправятся спасать Южный парк 17 октября Кстати, за предзаказ в этот раз дают действительно забавный бонус Если оформите раннюю покупку, кореш-полотенчик будет сопровождать вас и в нужные моменты выдавать свои упоротые комментарии О The Crew 2 пока ничего не известно, а вот пятая номерная часть Far Cry По сообщениям некоторых источников, окажется спагетти-вестерном в антураже американского Фронтира Это наверняка подтвердится на выставке в Лос-Анджелесе меньше, чем через месяц Как вы помните, в цехах Ubisoft также куется некий неанонсированный проект в новой вселенной Но его вряд ли привезут на E3 Издательство перенесло релиз на 2018-й финансовый год То есть на период с апреля 2018-го по апрель 2019-го Игру пока не анонсировали официально, но один из боссов Ubisoft описал ее как, цитируем, мультиплеерную игру с большим акцентом на живых событиях Что бы это значило? В преддверии грандиозной выставки даже Crytek вышла из оцепенения и опубликовала короткий тизер Hunt Showdown Долгостроя, который раньше назывался Hunt Horrors of the Gilded Age Это по-прежнему условно-бесплатный кооперативный шутер от третьего лица И он по-прежнему находится в разработке Надеемся, следующей порцией новостей не придется ждать еще три года А вот чего точно придется подождать, так это Ace Combat 7 Namco Bandai перенесла релиз новой части серии аркадных авиасимуляторов на 2018-й Изначально игра была эксклюзивом PS4, но затем список платформ пополнили Xbox One и ПК Видимо, с этим и связана отсрочка Кстати, кое-какой эксклюзивный контент для владельцев консоли Sony все же будет Обладателям шлема PSVR предложат несколько дополнительных миссий На компьютерах вестибулярный аппарат не станут подвергать серьезной проверке Поскольку планов по поддержке Oculus Rift или HTC Vive у разработчиков на данном этапе нет Сразу несколько ожидаемых гоночных симуляторов обзавелись датой релиза Правда, у WRC 7 она пока очень расплывчатая — осень 2017 года Зато известно, что в игре появятся все заводские команды чемпионата мира по ралли Болиды будут полностью соответствовать обновленному техрегламенту А гонки пройдут по достоверным маршрутам 13 этапов Такой себе виртуальный тур по системе все включено F1 2017 от Codemasters тоже предложат машины и трассы актуального сезона Но, похоже, нас ждет не просто очередная номерная итерация На этот раз авторы обещают серьезно улучшить режим карьеры Сетевой код, производительность и многие другие аспекты Но главное — в серии вновь появятся исторические болиды Целых 12, в том числе неудержимый McLaren MP44 Айртона Сенны Технологичный Williams FW14 Найджела Мэнсела И Ferrari F2002 Михаэля Шумахера Путешествие в золотые времена королевских гонок намечено на 25 августа Криса Авелона много не бывает Таланты геймдизайнера и сценариста, подарившего нам обойму классических ролевых игр Сейчас на расхват Только из релизов этого года он приложил руку к Torment Tides of Numenera Prey и Divinity Original Sin 2 А теперь отечественная студия All Cat Games объявила, что Авелон займется Нарративным дизайном Pathfinder Kingmaker Партийной изометрической RPG по мотивам на столке Pathfinder Помимо квестов и прочих обязательных для RPG вещей Kingmaker предложит элемент стратегии Нам предстоит осваивать и развивать дикие территории И в конечном итоге построить собственное королевство Которое станет отражением характера героя и принятых в процессе решений Вы могли не слышать об All Cat Games Ведь это будет дебютная игра студии Но работают в ней отнюдь не новички Она сформирована бывшими сотрудниками Nival Принимавшими участие в создании проклятых земель Димиургов и Silent Storm и других замечательных игр начала нулевых В этом свете Pathfinder Kingmaker внезапно становится намного привлекательней, не правда ли? В душе каждого, кто пережил болезненный финал Life is Strange, боролись два чувства С одной стороны, история завершена и добавить больше нечего С другой, очень хочется продолжения Поэтому интернет закономерно взорвался, когда парни из Don't Not сообщили, что работают над новой Life is Strange Неизвестно, что это будет То ли продолжение, то ли совсем другая история Но в одном можно не сомневаться Нас опять заставят рыдать, как маленьких девчонок Пока мы совсем не раскисли, перейдем к Destiny 2 На днях Bungie показала геймплей сиквела и рассказала о нескольких нововведениях Как известно, вторая часть посетит не только консоли, но и ПК Где будет доступна эксклюзивно на платформе Battle.net Довольно неожиданный шаг со стороны Activision Blizzard Ведь в этом сервисе всегда обитали исключительно игрометелицы Видимо, ключевым фактором является нежелание отдавать 30% гейбу ПК-версия получит поддержку 4К и ультрашироких мониторов Неограниченную кадровую частоту и различные графические настройки А на всех трех платформах наконец-то появится система подбора игроков Но не такая, как все привыкли, а основанная на приглашениях Где пользователи смогут подавать заявки на участие в различных активностях Это должно отсечь ботов и любителей стоять на месте А в конце получать награды вместе с добросовестными игроками Destiny 2 выйдет на консолях 8 сентября А летом на трех платформах пройдет открытое бета-тестирование Дату релиза на ПК не уточняют Впрочем, жизнь в Steam идет своим чередом и без сиквела Destiny Недавно администрация магазина рассказала, как собирается бороться с поддельными коллекционными карточками Схема у нечистых на руку разработчиков сейчас простая Они создают игры и рассылают коды на загрузку среди аккаунт-ботов Которые зарабатывают карточки и продают их на торговой площадке Таким нехитрым образом эти проходимцы получают деньги Даже если реальные игроки никогда не увидят и не купят их поделку Нет нужды говорить, что это изрядно подрывает работу алгоритма рекомендаций, лежащего в основе Steam Поэтому теперь у каждой игры будет внутренний показатель доверия Демонстрирующий системе, что проект куплен и запускается реальными пользователями Само собой, Valve не спешит посвящать публику в детали Но когда злоумышленники все узнают, противостояние неизбежно выйдет на следующий виток Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно Вы узнаете из нашей постоянной рубрики Календарь Games Blender На ПК и Xbox One появилось переиздание Phantom Dust Экшен родом с оригинальной Xbox бесплатен, но в ремастере есть микротранзакции Они позволяют разблокировать умения для мультиплеера, не проходя одиночную кампанию Если вы и так собирались это сделать, то не придется тратить ни рубля В Steam на PS4 и Xbox One вышел шутер с элементами хоррора Inner Chains Если мрачняк, безнадега и биомеханика — это то, чего вы ищете в подобных развлечениях Стоит обратить на него внимание В наши дни каждый хочет свой мультиплеерный экшен Thorn Banner Studios, разработчик средневековой Chivalry Mad Evil Warfare, как раз готовится выпустить такой Mirage Arcane Warfare выйдет в среду и предложит любопытный микс из мечей, магии и восточной эстетики В тот же день Гвинт перейдет в фазу открытого бета-тестирования на трех основных платформах Прогресс обнулят, все будут равны, но некоторые равнее, потому что участникам закрытой беты дадут бонусные наборы карт И все ранее подаренные предметы В четверг Platinum Games продолжит наступление на ПК Вслед за Bayonet и платформу посетит футуристический экшен Vanquish А завершат рабочую неделю два интересных релиза Поклонники красочных приключений получат Rhyme, а фанаты триллеров смогут оценить Get Even Последний дает сразу несколько громких обещаний Во-первых, нас ждут две компании, позволяющие взглянуть на одни и те же события с разных точек зрения Во-вторых, разработчики собираются стереть грань между мультиплеером и одиночной игрой Свежо предание, но без проверки уже не верится Всем спасибо за то, что были с нами Не забывайте, как всегда в конце выпуска мы демонстрируем вам новый ролик, переведенный на русский язык На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов На прошлой неделе мы примеряли экзоскелет в The Search И отправились на встречу с воспоминаниями в Old Man's Journey До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Привет, меня зовут Майк Ноузворси, я руководитель разработки Destiny 2 И сегодня я расскажу вам про Inverted Spire Страйки — кооперативные данжены для трех человек Вы собираете команду из трех человек, а основная цель — убить как можно больше монстров по пути из точки А в точку Б После чего уничтожить плохого парня в пещере и собрать с него лут Для Destiny 2 мы подготовили большое количество новых страйков, включая Inverted Spire Несус — нестабильный планетоид, захваченный Вексами Они полностью терраформируют планету, поэтому здесь есть потрясающие горные склоны и шикарные виды Конечно же, вам нужно будет не только смотреть на них, но и взаимодействовать В этом страйке потребуется прыгать с платформы на платформу, заодно разглядывая прекрасное окружение Только так можно будет добраться до определенных мест Например, придется пробираться через подобное окружение, чтобы добраться до места бурения, организованного кабалами Примерно на середине прохождения страйка вы столкнетесь с красным легионом кабалов Они прибыли на эту новую локацию, планетоид Несус, и бурят огромную дыру в поисках чего-то Причем бур, как видите, не находится на фоне, а присутствует непосредственно на поле битвы И он крутится Вам нужно спуститься вниз, однако дисковые лезвия вращаются слишком быстро и могут убить вас или ваших напарников с одного удара Нужно найти безопасное место между рельефом и лезвиями, однако это не так просто, поскольку повсюду снуют враги Прохождение этого задания похоже на пространственную головоломку Понять, что нужно делать, не слишком сложно, но тем не менее миссия получилась очень интересной и динамичной В игре также появится множество новых разновидностей врагов Начнем с Красного Легиона Красный Легион — элитные войска кабалов, нечто вроде нашего спецназа Они лучшие среди имперцев, поэтому ведут сражения совершенно по-другому Помимо них я представляю три новых типа противников Боевые звери, огромные собаки, которые будут преследовать вас повсюду Поджигатели с огнеметами и джетпаками Они смогут выкурить вас из любого укрытия Однако если вы меткий стрелок и сможете попасть по джетпаку, то он взорвется и нанесет урон всем, кто находится рядом Появятся в игре и гладиаторы Они используют два меча, яростно атакуют в ближнем бою и обладают большим запасом здоровья Вы не сможете быстро от них избавиться, потребуется использовать дробовик или же забираться повыше Ведь если противник подберется достаточно близко, то попросту убьет вас Наконец Протеон, последний босс страйка Кабалы раскопали этого древнего векса, но расправиться с угрозой они уже не могут Так что придется взять все в свои руки Мы очень стараемся сделать тему каждого страйка уникальной, чтобы она прослеживалась от начала и до конца Каждая схватка с боссом превращается в эпичное сражение, которое могло бы стать финалом какой-нибудь другой игры Тем более битва с боссами проходит в несколько этапов, каждый последующий получается более напряженным Каждая схватка с боссом превращается в этот боссом превращается в теме Каждая схватка с боссом превращается в трамбл Это лишь небольшая часть страйков Destiny 2, и нам не терпится показать вам больше.